Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию я представляю веб-касс на тему установка VMware with Center Server Appliance 7. Мы продолжаем наш разговор о развертывании VMware with Fair. Мы работаем в окружении Siri Local, размещаемся на машинке ADM01 и с этой машинке сможем подключаться ко всем необходимым нам ресурсам, в том числе к хосту ESXi01, на который мы и будем разворачивать наш апплиенс. Если говорить про VMware with Fair, то состоит она из двух компонентов. В первую очередь это гипервизор, она же платформа виртуализации ESXi, а в вторую очередь это служба централизованного управления, это vCenter Server, или если быть более точным, vCenter Server Appliance, потому что сейчас развернуть его можно только в виде апплиенс. Если вкратце пробежаться по этапам, которые необходимо пройти для того, чтобы развернуть VMware with Fair, то мы готовимся к развертыванию, нам потребуется некая внешняя инфраструктура. Устанавливаем хост ESXi, выполняем на нем минимальную настройку. Эти все действия мы рассматривали в предыдущем веб-касте с акцентом на установку ESXi, и после этого мы можем разворачивать vCenter Server Appliance. После этого мы переходим к настройке окружения vCenter Server Appliance. Уже у нас есть полноценно все необходимые компоненты, которых в минимальном наборе достаточно для начала работы с VMware with Fair. Настройки окружения мы тоже немного сегодня посмотрим, но центральное место займет развертывание vCenter Server Appliance. В предыдущих версиях VMware with Fair была разделена на две части. Это Platform Service Controller, PSC, и сам vCenter Server. Начиная с седьмой версии, поставить вы их можете только унифицированно на одну машину, разделить их нельзя, никаких других конфигураций попросту не присутствует. Ну и если вкратце собрать все это дело, то vCenter Server состоит из двух частей. Это служба аутентификации и группа служб, которые сопутствуют для работы VMware with Fair. Если говорить про службу аутентификации, здесь у нас есть и служба, которая будет непосредственно выполнять саму процедуру аутентификации. Это vCenter Single Sign-On, и служба лицензирования, и сервис Lookup, и сервис по выдаче сертификатов VMV, Certificate Authority. Что касается остальных служб, к ним относятся хранилище данных, это база данных PostgreSQL, также веб-клиент, vSphere Client, компонент для сбора данных, ESXi Dump Collector, и компонент для автоматического развертывания ESXi, а также развертывания на бездисковых системах, vSphere Auto Deploy. Ну и две новинки седьмой версии, это VMV vSphere Lifecycle Manager и служба расширения к нему. О них я подробно писал в обзорных статьях про VMV vSphere 7, можете найти их у меня в блоге, ссылка на блог есть внизу слайда. Что нам нужно из этого всего вынести? Из этого всего нам нужно вынести, что VMV vCenter Serial Appliance это сконфигурированная виртуальная машина, в которой все это есть уже изначально. Все, что вам нужно сделать, это развернуть ее на подходящий хост ESXi, который обладает необходимым набором ресурсов. Кстати сказать, седьмая версия vCenter Serial Appliance использует десятую версию виртуального оборудования. Внутри находится Photon OS, поверхностная служба аутентификации vSphere, база данных PostgreSQL и все, что касается Lifecycle Manager. Чтобы приступить к развертыванию, необходимо знать про домены SingleSignOn. Это то, что добавляет служба аутентификации. Каждый vCenter Serial Appliance должен быть связан с доменом SingleSignOn. И когда вы разворачиваете его, вы либо создаете новый домен SSO, либо подключаетесь к существующему. Домен этот, абсолютно самостоятельная единица, он предоставляет локальное пространство для аутентификации. То есть, никак он не пересекается ни с какими DNS-доменами, ни с какими доменами Active Directory. Это абсолютно самостоятельная вещь, которая находится внутри vCenter Serial Appliance. По умолчанию назначается имя домена vSphere Local. Разумеется, создаете вы уникальное имя в соответствии с вашими требованиями, отлично от имени Active Directory, если вы в дальнейшем планируете ваш vCenter Serial Appliance к доменам службы Active Directory подключить, например, для того, чтобы использовать их учетные записи для администрирования окружения vSphere. Пройдемся по системным требованиям, которые нам необходимо здесь выделить. Для того, чтобы развернуть, именно развернуть, не обновить окружение vSphere, и в частности, развернуть vCenter Serial Appliance, вам потребуется хост ESXi. В версии 6.5 или старше, тут что у вас есть. Ну, в нашем случае есть седьмой ESXi, поэтому проблем вообще не возникнет. Во-вторых, вам необходимо в вашем пространстве DNS сконфигурировать полное доменное имя для вашего апплайнса. И тут важный момент. Хост, с которого вы будете произвести развертывание, в моем случае это idm01, он должен также иметь возможность разрешить это имя, потому что инсталлятор проверит разрешение имени. Ну и также, разумеется, тот DNS, который вы будете выбирать для вашего vCenter Serial Appliance, тоже должен уметь разрешать данное имя. Ну и при развертывании вам будет предложен один из пяти вариантов размерности вашего апплайнса для развертывания. Ну и самое главное, что нужно здесь знать, это то, что минимальная конфигурация, это тип развертывания Tini, требует два виртуальных процессора, 12 гигабайт оперативной памяти и хранилище размером в 415 гигабайт. К поводу хранилища, это минимальное изначально сконфигурированное хранилище, но можно поставить галочку и использовать тонкое выделение. Что же касается процессоров и памяти, они просто должны быть свободными. Без доступного объема вы попросту развернуть ваш апплайнс не сможете. Итак, у нас есть хост ESXi-01, на котором установлен VMware ESXi-70, и на нем есть необходимое количество ресурсов. Соответственно, давайте к нему подключимся и произведем развертывание. Примем недоверенный сертикат, укажем учетную запись. Как видим, мой хост находится в пробном режиме, об этом нам сообщает вот это вот замечательное напоминание. Ну и что касается данного хоста, видим, что у нас есть достаточный объем виртуальных ресурсов. Отлично. Этот вопрос мы для себя закрыли. Видим, что у нас есть накопитель Flash, который можно будет использовать. В общем-то, все, что нам необходимо здесь есть. Как происходит развертывание? Нам потребуется накопитель. Я уже его подключил к моему приводу. Это VMware VCSA установочный накопитель. Посмотрите на его объем. Открываем его. Здесь есть графический и командный установщики. Мы будем использовать графический установщик. Причем ставить его можно с абсолютно любой платформы. Я буду использовать Win32 и запускаю инсталлер. Четыре варианта действий, которые нам доступны. Установка, обновление, миграция, восстановление. Причем про обновление и восстановление я записывал вебкасты по версии 6.7. Они точно так же применимы к версии 7.0. Сегодня мы будем выполнять установку. Первый шаг – это развертывание. Второй шаг – это настройка. Начнем с развертывания. Принимаем лицензионное соглашение. Указываем хост, к которому нам необходимо подключиться. Порт, учетную запись и пароль. Если все вбито верно, нет, опечатался. Буковку I пропустил. Готово. Принимаем сертикат. Указываем имя будущей виртуальной машины. Я ее назову VCS01. Указываем пароль от 8 символов. Далее. Это будет пароль рута на доступ к ней. И выбираем тип развертывания, а также размер хранилища. Я выберу тени и размер хранилища дефалт. Потому что этого будет достаточно для того, чтобы поддерживать до 10 хостов и до 100 виртуальных машин. В качестве демонстрации, по-моему, идеальный вариант. Далее. На нашем хосте SXI, который мы подсунули для развертывания VCSA, он нащупал необходимое пространство. Включаем тонкое выделение диска, чтобы он влез все-таки с размером в 430 гигабайт. И переходим к настройке сети. Сеть я буду настраивать статикой. И вот здесь вот и указывается доменное имя, которое я приготовил для нашего хоста. VCSA01.cili.local. IP-адрес 94. Префикс под сети. Шлюз по умолчанию. И DNS сервер. Так, HTTP-порт 80, HTP-S403, DNS сервер 11. Вроде бы все верно. Проверяем конфигурацию. ZXI01, VCSI01, Tindefault. Datastore 1 с тонким выделением. Сеть подключили. Вроде бы все верно. Запускаем процедуру развертывания. Если обратить внимание вниз, то там уже пошла процедура развертывания виртуальной машины. Виртуальная машина создана. В нее импортируется VAP. Ну и если посмотреть, то количество виртуальных машин у хоста уже увеличилось. Сейчас примерно минут на 20. Можно откинуться в кресле и подождать. Итак, завершилось успешное развертывание V-Center Server. И нам уже сообщается о будущем URL для интерфейса управления. Продолжаем. И теперь предлагается настроить конфигурацию V-Center Server Appliance и нашей V-Sphere. Setup V-Center Server. Настраиваем конфигурацию нашего сервера. Синхронизировать время мы будем с NTP-сервером. Также можно синхронизировать с ESXi-хостом. Я хочу здесь в явном виде указать наш контроллер домена. Доступ по SSH пока открывать не будем. Это можно сделать и позже. Далее создание нового домена, либо подключение к существующему. В нашем случае мы будем создавать новый домен. Правда я назову его точно так же, как и домен по умолчанию в Sphere Local. Учетная запись Administrator и пароль. Продолжаем. Нам предлагают присоединиться к программе улучшения качества Consumer Experience Improvement Program, CEP. Но этого мы делать не будем, потому что вряд ли V-MV вынесет хоть что-нибудь полезное из моего маленького демонстрационного развертывания. Продолжаем. И проверяем конфигурацию нам предложенную. Наш IP-адрес, наша синхронизация времени, наш домен SSO и учетная запись, которая в нем будет создана автоматом. Финиш. Потребуется несколько перезапусков нашей машины. Ок. И нам нужно будет подождать еще какое-то время. Итак, завершилась установка. Мы уже получили URL для подключения к Center Server Appliance. Давайте попробуем это сделать. Здесь закрываем. Открывать будем при помощи Chrome. Принимаем сертификат. И запускаем Vizfair Client на базе HTML5. Итак, входим в систему. И нужно немножко подождать. Первый запуск довольно длительный. Итак, вошли в окружение. Видим, что есть перегрузка по процессору на хосте. Его там просто не хватает. Ну и давайте немножко поднастроим. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас абсолютно пустое окружение, где нет ничего абсолютно, кроме нашего FQDN от нашего VizCenter Server Appliance. И давайте настраивать простенький демонстрационный COD. Для этого здесь сделаем дата-центр. Назовем его Silly. В нем создадим папочку для инфраструктуры, где будут у нас инфраструктурные хосты лежать. Новая папка для хостов и кластеров. Ок. И в нее добавим себе хост. Add host. Выберем наш ESXi01 SillyLocal. Расположение инфраструктуры. Далее. Подключение учетной данной. Пароль. Опять опечатался. Пароль. Принимаем сертификат. Смотрим параметры конфигурации хоста. Нас все устраивает. Далее. Лицензию назначать в данный момент мы не будем. Остаемся в пробном периоде. Далее. И блокировать доступ к консолям хоста мы не будем, потому что мы будем пользоваться и консолями хоста, и консолью VizFair Client. Далее. Расположение виртуальных машин в силе. Далее. И готовы к настройке. Финиш. Сейчас снизу запустится процедурка. Добавление отдельного хоста. И по ее окончанию, здесь в папке Infrastructure, мы увидим наш хост с его виртуальной машиной VCSY01. Готово. Импортировалось. Вот так вот нехитро делается базовая конфигурация. Теперь уже создавать виртуальные машины, вести мониторинг, настраивать какие-либо ресурсы на нашем хосте мы можем при помощи клиента VimWay VizFair. Кстати сказать, тут можно писать, что уже доступны и обновления для VCSY01. Витцентр сервер. Ну а вот и они. Окей. На этом основной материал демонстрации у нас подошел к концу. Мы познакомились с этапами установки VCSY. Продолжили то, что начали обсуждать в предыдущем вебкасте. И настроили компоненты службы VCSY. В том числе рассмотрели, из чего стоит VCSY appliance. Что такое домены SINGLE SIGN ON. И какие системные требования предъявляет VMWay VCSY appliance к оборудованию и хосту, на котором он может быть развернут. Что ж, надеюсь вам понравилось. Было интересно и полезно. Это второй вебкаст по VMWay VizFair. А также можете посмотреть мои вебкасты по предыдущим версиям. Они до сих пор применимы. И все то, что я там рассказывал и показывал, может вам пригодиться. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь материал был для вас полезным. Если у вас появились вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefurys.gmail.com. Я обязательно все прочитаю, но не уверен, что мне хватит времени всем ответить. Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefurys.gmail.com. Там же есть статьи о новых возможностях VMWay VizFair. Ну и все мои материалы собраны и каталогизированы у меня на сайте. Пройти комплексное, в том числе авторизованное обучение по продуктам VMWay. И не только вы можете в учебном центре Softline Education. Ну а за мной можно наблюдать при помощи моих социальных сетей. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!